В 1872 году в Москве должна была состояться выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Петра I. Это событие натолкнуло Николая Г. на мысль изобразить сцену из жизни великого реформатора. Сам художник впоследствии признавался, я чувствовал везде и во всем влиянии след Петровской реформы. Чувство это было так сильно, что я невольно улегся Петром и под влиянием этого увлечения задумал свою картину Петр I и царевич Алексей. Живописец с интересом принялся изучать невероятную биографию императора и в конце концов остановился на сюжете, который отражал драму выбора между государственным долгом и отцовскими чувствами. Перед зрителем предстает достаточно простая комната. Бледный рассеянный свет, лишенная вычурности мебель. Пространство выглядит чрезмерно упорядоченным. Картины и стулья расположены в ряд. Холодный каменный пол идеально расчерчен на клетке. Даже фигуры располагаются симметрично относительно друг друга. Эта сдержанность и строгий колорит подчеркивают гнетущую тишину и напряженность обстановки. Художник удивительно точно изобразил героев. По выражению их лиц легко догадаться о неминуемой страшной участи Алексея. Смертный приговор ему подписал не судья, а собственный отец. На самом деле допросы царевича проходили исключительно в официальной обстановке и в присутствии свидетелей. Однако Г. осознанно перенес действия в Петергоф и оставил главных участников действия наедине. Картина богата цветовой символикой. Так неестественно бледное лицо Алексея и его темный наряд выступают знаком смерти. Форма Петра напротив. Нарисована с помощью жизнеутверждающей зеленой краски. Петр I пристально глядит на своего сына, словно пытается найти в нем хоть малейший намек на раскаяние. На трагичную развязку указывает красная скатерть. Не спадая на пол складками, она создает своеобразный барьер между императором и его сыном и выступает кровавым пятном. Субтитры создавал DimaTorzok Лишает композицию вертикального стержня. От этого она кажется неустойчивой и словно передает колебания самого царя и в принятии окончательного решения. Ге трудился над картиной не только как художник, но и как историк. Он скрупулезно изучал все имеющиеся в Эрмитаже живописные полотна с изображением Петра I и царевича Алексея. Побывал в царской комнате в Монплезире, чтобы рассмотреть одежду и личные вещи. И хотя картина имела большой успех, в том числе в силу исторической достоверности, художник не испытал должного удовлетворения от работы. Она оказалась для него в некоторой степени моральным испытанием. Я взвинчивал в себе симпатию к Петру. Говорил, что у него общественные интересы были выше чувства отца. И это оправдывало жестокость его, но убивало идеал. Вспоминал Ге. Еще до того, как картина была закончена, ее приобрел Павел Михайлович Третьяков. Уже будучи представленным на выставке, произведение очень понравилось Александру Второму, и самодержец попросил отложить его для себя. Никто из государевой свиты не решился сказать, что полотно продано. Чтобы выпутаться из ситуации, обратились к самому художнику и попросили отдать картину царю, а для Третьякова написать копию. Ге посоветовался с коллекционером и поступил наоборот. После экспозиции картина отправилась прямиком в галерею, а Александр Второй получил ее повторение, которое теперь входит в фонд Государственного русского музея в Санкт-Петербурге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова